Всем доброе утро! Буквально месяц ровно прошел. Я вам показывала это дерево. Смотрите, какой гранат успел нарасти за месяц огромный. Тут еще есть плоды. И еще. Вот он в процессе, можете посмотреть. Закрывается. Попозже чуть-чуть таким становится. А вот тут сразу два. А какие красивые. Через месяц будет готово. Что это, мама? Это не отрывай только. Гранаты. Ты такие не любишь. Там косточки внутри. А папа любит, мама? И папа не любит. У нас мало кто ест гранаты. Они, наверное, у тебя падут. Все гранаты. Не знаю, сейчас не делать. Ну, так скушаем. Пойдемте то дерево проверим. А, тоже. О, а тут еще это плоды побольше. Все зелененькие совсем. Крупные такие. Четыре штуки. А, вот пять-шесть. Большие. Еще один, да, нашла? О, вот семь. Восемь, девять. Два вместе. Ой, десять, одиннадцать. Ну, наверху двенадцать. Двенадцать плодов будет с этого дерева. Пока что. Скорее всего там еще. Еще два. Еще? Ну да, аж тут пятнадцать, наверное. Собаку, мы, на лысо обрили почти. Но он же обрастает. Недели две-три назад. Окей. Потому что очень жарко. Это, конечно, не очень красиво. Потому что им таким собакам модно все эти стрижки. Знаете, ушки когда. И бордочка в волосах. Там просто... Ну, короче, мы этим не занимаемся. Мы под ноль собак очень пыли. И он счастлив. Ему прохладно. Зимой будет модным ходить красивым. А летом будет удобно, чтобы было не жарко. Все хорошо? Псина. Пират? Я хочу спать. Давай. Вот перед вами, как бы, ну, не волнореза, это можно назвать. К нему иногда кораблики приплывают. Это мост. Но это не мост. Вот там внизу у него прилипают мидии, которые отрывают, пацаны ныряют. На вот этих опорах, на которых он стоит в воде. И они их продают в ресторанах, которые вот здесь, на набережной. И готовят и мидиа дома с рисом, который я вам рассказывала. И мидиа дома, которые жарят на сковородку. Во-притюле. И готовится вот здесь и здешних продуктов. Так спокойно, хорошо, красота. Немножко о ренде вот таких в домах квартиры. Это, ну, дом, конечно, надо ремонтировать. Он старый, более 50, наверное. Вот на первом этаже, вы можете видеть, что здесь нормальные квартиры. Отремонтированные чистенькие жилые. Вот, можно на лето снимать. Вот здесь даже в автором этаже, в кабину. Здесь у них по стаику камины идут. Ну, они такие чисто. Шашлыки можно пожарить. Декоративные больше формата. Про эти дома. Аренда здесь в месяц квартиры в селе там стоит 200-300-500 евр максимум. Ну, где-то 250-300. Это 2500 рублей, 3000 рублей. Это Коломыш называется. Такая типа деревенька. Это даже не сам город этот шарпей. Это дом четыре этажа. Вот по типу обычному. Просто так подъездный дом. Это просто вот один подъезд здесь идет. Но дома старые. Это без света. Свет отдельно оплачивается. А вот старые, вообще старые дома вот здесь есть. Вот внизу отремонтирован первый этаж, реставрированный. Сейчас на них оба хожу, где нет. Видите? А это уже вот там потеки всякие. Но это еще более-менее реставрировано. А вон вдалеке. Там вообще деревянная руина. Сейчас. Деревянная руина с пальмой. Немножко вам интересно послушать звуков. Мы на даче находимся. Вот он город Шарпейс. Его крах ровно. На всех его крах ровно. Потому что нужно кушать, конечно. Кушать хочешь, покажи. Кушать, кушать. Немножко мизе закуски принесли. Это осьминог. Малинованный баклажан с йогуртом. Что хотела сказать? А вот прям перед вами. Вот там вот это пляж. Там бетон, правда, идет. И туда правее. И левее. Это все городской бесплатный пляж. Здесь оказалось неплохое. Чистое море. И местами есть, где для пляжа насыпан песок. И здесь очень дешевые лежаки. И все. 10 лир стоит лежак. 15 дополнительно. Лежак с зонтиком. А 15 лир дополнительно стоит еще один зонтик. Пока мы сегодня были. Просто я в курсе цены. А вон маяк какой красивый. На фоне. Милота. Я вам покажу, что тут. А вот, кстати, жилой дом, под которым ресторан. Какие тут украшения. Перцы фаршированы. Я вам покажу, что тут встречаются даже здесь, в этом городе маленьком, русскоговорящий из нашей страны семьи. Мальчик отработает сейчас. Перцы фаршированы креветками. Что там еще? Посмотрим. Зелень. Сыр. Все это красиво тянется. И рыбка. Приятного мне аппетита. Лебрик, походу. Давай, попробуй. Вкусно. Давай, я тебе там. Очень много рыбки. Лебрик белая. Лебрик белый. Подача блюд у нас продолжается. Это принесли коридез к курицу. Ой, господи, у меня еще что-нибудь в курице. Коридез к креветке. Но прикиньте, в чем прикол. Здесь подушка. Масла, конечно, много это я не люблю, но все равно. Здесь баклажан с сыром. Подушка из баклажана. Креветки. Как это выглядит, очень выглядит аппетитно. И рыбные котлеты. Они выглядят не очень, но... А там что-то еще не все. Но ребенок плетает зубы щеки. Очень вкусные. Очень вкусные. Ну, она думает, что это не с ней. Потому что рыба на вас вообще не ест. Лукум. Лукум. И чем ты? И чем ты? Верно, это кашар. Мама, это лукум. Лукум. Ну-ка, не трогай горячее. Ай. Сейчас разрежем. Ай-яй. Я такое не люблю. Ой, мы будем с папой кушать. Нам понравится. Ну-ка посмотрим. Это тоже рыба. Сыр, рыба. Ну, понятно. Ну-ка, как котлетка. Короче, рыбная котлета, фаршированная с сыром, соусом. Тебе вкусно? Да. Ну, классно. Сейчас возьмем. Какоречки. Со специями и кальмары. Кальмар мягенький. Аккуратнее. Не надо мне сама. Это горячее. Я сама возьму, окей? Там церемония свадебная идет, смотрите. Это просто городской пляж. Вон там гости собрались. К ним оккупание закончилось это или еще нет? У меня она только собирается. Потому что вот здесь, вот в этом заведении, целый диспарк. Это, кстати, банкетный зал. Сейчас вам покажу. В нем у них сегодня отмечание, скажем так, мероприятия будет. Какие-то концерты у них. Это как бы банкетный зал под открытым небом. Видите, наряженные стулья, обтянутые бантами. Пуссовка собирается. Молодцы, ребята. Гости в масках, кстати. Ну, это, мне кажется, конечно, никто потом снимут, наносить не будет. Вон какой-то дыш идет, но невесты там нет. Они, кстати, сегодня возле нашего дома фотографироваться приезжали на фотосессию у моря. Жених с невестой. А нет. Кто там в белом платье с букетом? Наверное, все-таки это они уже. Давайте поближе подойдем, посмотрим. В конце концов, то же публичное место не закрытое. Ой, блин, полные ноги песка набрала. Все ради вас. Да, точно, это невеста уже переодетая. Я думаю, это другая свадьба, не та, которая сегодня днем к нам приезжает. Походу, две сегодня. Охотаются все с невестой. Милота, красота. Ой, песок такой холодный уже стал, классный. Вон невеста. Я уже не буду поближе к этой, знаете. Приближу, но не утрасили. Здесь такая чуть-чуть личную жизнь. Синик с невестой. Вот, кстати, вы видите цветы. Это вот эти вот винки, которые на свадьбах и на открытиях ресторанов, магазинов подарочных. Симпатично, конечно. Миленько. Там гости потихонечку переходят на празднование. А, тут еще фотосессия продолжается. Вон, арку уже сняли. Цветочную. У нас, кстати, будет тоже в сентябре свадьба у родственника. Я, наверное, может, там поснимаю там. У нас такая, я думаю, свадьба будет не очень, как сказать, большая, по-трецкому примеркам, да. Очень, только к самой-самой близке, но она будет, потому что они уже, каждый, жених и невеста по второму разу женятся и выходят замуж. Это не первый брак, поэтому, я думаю, слишком компезно это не будет выглядеть. Вот, цветочки принесли. Аромантика. И вон еще лодка такая на фоне большая. На этой ноте тогда давайте с вами попрощаемся. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал. Если вам нравятся влоги, ставьте обязательно лайки. Чем больше лайков, комментариев, тем больше видео будут смотреться, тем больше у меня стимула снимать. Такие видео для вас. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо за внимание. Всем пока.